друзья добрый день с вами компания котлов сегодня я хотел рассказать вам чем отличаются пилетники друг от друга и как не совершить ошибку при покупке пилетного котла потому что пилетники все снаружи одинаковые за моей спиной сейчас стоит пилетный котел пилитор мощностью 150 киловатт это один из наших объектов здесь трудится пара котлов по 150 киловатт около 3000 квадратных метров площадь объекта если вы выбираете пилетный котел для отопления своего помещения вы увидите такую картину как у меня за спиной сейчас ты котел давайте закроем дверь дверь горелки и дверь теплообменника в принципе пилетные котлы выглядят одинаково все зелененький котел какой-то синенький где-то красненький котел разных цветов но когда вы начнете котел использовать когда введете в эксплуатацию и увидите сколько котел потребляет пилет в месяц вы можете усиленно удивиться потому что разница по расходу топлива на двух одинаковых объектах может отличаться в два а то и в три раза за счет чего это происходит мы на свои объекты уже десять лет монтируем пилетные котлы пилитор и только с помощью этих котлов мы обеспечиваем на объектах ежемесячные платежи как на магистральном газе в одинаковых условиях пилетный котел пилитор может употреблять в два или в три раза меньше топлива чем котлы другого производителя это уже доказанный факт потому что у нас есть например один объект где наш заказчик выбросил пилетный котел 100 киловаттный другого производителя одного из челябинских производителей и поставил наш котел вместо него и снизил затраты на отопление почти в три раза в два с половиной раза там лет получилось если углубиться то мы можем с помощью здравого смысла понять почему это происходит на наших котлах вот давайте откроем теплообменник одно из основных преимуществ это плоский теплообменник как полочки в шкафу видите вот в этих горизонтальных частях теплообменника так называемые баяны в них проходит теплоноситель помимо этого начиная с уровня верха горелки полностью идет по всему периметру котла водяная рубашка если мы будем сравнивать наш котел с котлами других производителей где стоят жаротрубные теплообменники то мы поймем что площадь конвективной части в нашем теплообменнике в несколько раз выше чем жаротрубную площадь конвективной части это та площадь где огонь передают свою энергию воде теплоноситель потому что все вот эти поверхности сверху снизу а здесь как змейкой происходит горение дымовые газы полностью окутывают теплообменник проходят по всем плоскостям за счет этого тепловая энергия с горения пеллет снимается очень эффективно и выхлопные газы имеют невысокую температуру все тепло как говорится в дом также такой конструктив теплообменника позволяет его очень удобно очень легко чистить и соответственно чем чище поверхности теплообмена тем выше кпд котла такой конструктив теплообменника он более сложный он в свое время был запатентован он более сложный в производстве но более эффективен и выгоден для пользователя также в наших котлах устанавливается чугунная горелка которая позволяет работать не только на гранулированном топливе на пилетах древесных низкосортных гранулах но и на мелкофракционном угле фракции до двух с половиной сантиметров конструктив горелки такой что она не засоряется при использовании высокозольных гранул таким образом высокая эффективность теплообменника плюс возможность использования низкосортных гранул позволяет нам снижать ежемесячные платежи по сравнению с другими пилетными котлами в два или три раза также наши котлы являются безопасными самыми безопасными возможно из других всех остальных котлов потому что сами пилеты по себе не горят а горят только когда идет надув воздуха когда идет задача дует вентилятор пилеты горят вентилятор не дует пилеты не горят герметичный бункер как вы видите здесь специальная резинка герметичный бункер не позволяет образовываться каким-то паразитным воздушным потоком и защищает бункер от возможного задымления на этом котле 150 киловатт установлен бункер емкостью один куб и в среднем на наших объектах такие котлы которые отапливают площади до полутора тысяч квадратных метров показывает расход от 7 до 9 тонн пилет в месяц в деньгах это получается около 50 60 тысяч рублей все друзья выбирайте правильные котлы обращайтесь компанию котлов и отапливайтесь по цене магистрального газа и не забудьте также подписаться на наш канал и поставить лайк чтобы следить за нашими дальнейшими видео